Вообще, конечно, это абсолютно два разных катания, хоккей и фигурное катание. Конечно, не в обиды будет сказано хоккеистам, но это вообще просто не катание. Передвижение, стремительное... Да, это стремительное передвижение на коньках по льду. Игорь Бутман. Родился в Ленинграде. Выпускник музыкального училища. Окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Арт-директор московского джазового клуба. Член партии «Единая Россия». Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Открыл джазовый лейбл «Бутман Мьюзик». Выступал за юношескую хоккейную сборную «Скал-Ленинград». Любимый амплуа защитника такующего плана. Один из самых близких друзей Алексей Ковалев. Играет в футбол, теннис и волейбол. Игорь Бутман в программе «13». 13 минут о жизни и хоккее. Игорь, в одном из интервью вы сказали такую интересную вещь о том, что хоккей-то был вторым делом после музыки в вашей жизни. Но тем не менее, начав играть в хоккей в 5 лет, а потом в 11 вы почему-то увлеклись одновременно и хоккеем, и кларнетом. Как так вышло, что перевес все-таки пошел в сторону музыки, а не в сторону хоккея? Ну, я думаю, что если быть честным и откровенным, то, может быть, в музыке стало получаться лучше. Ну, не то, что даже лучше, но была, видимо, какая-то перспектива. Я понимал, что я могу пойти, благодаря каким-то успехам на кларнете, могу пойти в музыкальное училище или в консерваторию. А в хоккее тогда вообще не было никаких перспектив? Нет, ну, перспективы были. Я играл, занимался, был членом команды СКА, юношеской СКА. Но я не скажу, что я был на первых ролях или на последних. Я был где-то в середине, у меня был небольшой рост. Я был маленький, там, один из самых маленьких в команде. Я не могу сказать, что... Я не уверен в том, что тренер видел, что я действительно по-настоящему так люблю хоккей и готов отдаваться. Может быть, я был тогда еще в тот момент, как бы, будучи совсем ребенком, может быть, не отдавал себе отчет, что надо больше тренироваться или больше работать. Ну, тогда вот были какие-то кумиры хоккейные, которым хотелось подражать? Ну, конечно, всегда были. Я помню Фирса Викулова-Полупавел. Следующее уже поколение Бориса Михайловна, Петров, Харламов. Я уже пересекался с Борисом Михайловым, с Петровым. А на лед выходили? И с Лученко. Ну, вот сейчас мне повезло, просто я выхожу на лед и с Александром Якушевым, и с Владимиром Лученко, с Виктором Кузькиным и выступал. Ну, и плюс сейчас те, как с последней кумирой моей. Это Макаров, Крутов, Ларионов, Фетисов, Сатонов, Каменский, не знаю, там, Гусаров. Ну, все-все, я просто перечислять, можно очень долго. Вам лично важны, как музыканту, их оценки вашей игры, когда вы с ними вместе на льду? Ну, конечно, ну, очень важны. Но мы сейчас уже все получаем... Передружились уже? Передружились, получаем удовольствие от игры. И была очень приятная оценка Владимира Юрзинова, когда мы были товарищеским матчем в Швейцарии. И я думал, что он видел, как я играю. Он, оказывается, не видел или не обращал внимания, и он меня очень похвалил, и было очень приятно. А вот если вспомнить то время, когда вы после вот этого детского перерыва вернулись в хоккей, скажем так, уже взрослым человеком, вот когда первый раз вступили на лед? Я, ну, я, значит, взял клюшку и одел, как бы, полностью форму. Это было уже в Америке, в Бостоне. И один из моих знакомых, который был такой вышибалом, двейный, в одном клубе, он меня спросил русский. Узнав, что я русский, я сказал, ты, наверное, в хоккей играешь? Я говорю, да, и он мне посоветовал купить коньки, клюшку, там, ну, форму, и приходить с ними играть. Я вот с этого момента началась моя, так сказать, хоккейная карьера на Западе. И был даже момент, когда многие мне, где-то что-то неплохо у меня получалось, кто-то мне даже посоветовал, может, у тебя поехали, там, в тренинг-кэмп, там, в тренировочный лагерь, там, свободных агентов. Но когда один игрок, когда один из русских ребят, которых я знал, там, поехал в этот лагерь, ему сломали ключицу в первый, первый же день. Потренировали. Ну, он, а он, а он профессионально выступал, там, за Динамо Минск, то я понял, что, может, не надо. А чем вообще вот американский хоккей отличается от российского, ну, если сравнивать на каких-то чисто эмоциональных ощущениях? Ну, если смотреть, вообще, все-таки, североамериканский хоккей действительно более жесткий. Жесткий. Так же, когда Евгения Артюхина критикуют, когда он, там, проводит силовые приемы. Мордует кого-то, да? Не мордует, нет, именно не мордует. Бордует. Прижимает в борт. А, бордует. А, мне, кто ж, мордует. Нет, бордует. Да, когда он применяет силовые приемы, иногда даже говорят, что, типа, это не хоккей, это хоккей. В Америке это часть, в Северной Америке это часть хоккейя. Играть в хоккей-то одно, да, сидеть на трибуне, это, по-моему, совершенно другие ощущения. Вот вы на сколько активный болельщик? Ну, я внутри очень сильно переживаю. Вы как-то это проявляете, там, трещалки покупаете, флажки? Ну, вот эта часть, я не очень большой любитель, так сказать, вот, каких-то таких трещалок. Я так переживаю, но, может быть, раньше, ну, я бы люблю кричать шайбу, шайбу, там, и, там, вперед, там, и, что-нибудь, Россия, там, что-нибудь такого, типа такого. Я могу кричать, и люблю это делать. Особенно, когда, если ты идешь, кричишь, ты поддержишь или раздодоришь кого-то, мне это нравится. Но вот, как бы, мне больше, наверное, я настолько люблю хоккей, настолько его ценю, то мне бы интересно его смотреть, ну, и, конечно, кричать. Но вот без этих трещалок, я не знаю, дают они какую-то эмоциональную помощь, поддержку или нет. Ну, крикнуть в Россию, мне кажется, надо. А кого это дружить со спортсменами? Они в дружбе такие же люди, как все, или у них что-то есть такое вот, что отличает их от всех остальных? Потому что знаем, что друзей спортсменов у вас много. Ну, те спортсмены, с которыми я дружу, замечательные люди, очень хорошие, очень искренние. И они привыкли смотреть людям в лицо, в глаза, они не отворачивают глаза, и с ними всегда очень приятно. Даже трудно выделить всех, но из хоккеистов таких великих, конечно, я дружу там со Славой и Фетисом, но у меня очень были замечательные отношения до сих пор с Алексеем Ковалевым, с которым мы... У вас прям были какие-то уникальные истории вместе с ним? Мы с ним и на саксофонах, я его учил, и в хоккей мы с ним играли, и мы с ним были, когда мне было не очень хорошо, и мне было грустно, я был один, и у меня тогда даже как-то машина, был период, когда машины не было, и Леша, приезжай ко мне, там, у меня нет машины. И он садится в машину, заезжает за мной, ему часа полтора до Нью-Йорка доехать, меня из Маткетана забрать, и к себе домой привезти. И давал мне свою машину какую-то дорогущую, там, не знаю, там, Феррари, не Феррари, там, мне нужно, он говорит, ну, бери мою, я говорю, Леша, она 400 тысяч стоит. Он говорит, ну, бери, что, он застрахован там, хотя, я не знал, страховка покрывает, не покрывает. Ну, в общем, то есть он абсолютно в этом отношении был, да и есть, просто отличный такой настоящий человек с таким стержнем. Многие говорят о том, что поскольку спортсмены, они занимались всю жизнь только одним, да, они тренировали свое тело, то говорить с ним иногда ни о чем. Вот вы можете опровергнуть это такое вот утверждение? Ну, вы знаете, это очень поверхностное мнение. Единственное, что мы можем сказать, действительно, за последнее время спортсмены действительно раскрепостились. Раньше, конечно, из-за того, что они были... Постоянно на сборах. Постоянно на сборах и оторваны, в принципе, от общества в какой-то степени, огорожены. То есть вот ради победы, ради успеха они были вот окружены колючей проволокой, к ним не подойти и не подъехать. Но сейчас вот именно вот после того, что... То есть интеграция пошла на пользу? Абсолютно, абсолютно. Но я вот... Ну вот брутальный человек Алексей Гусаров, который я видел по телевизору, особенно когда там в свои лучшие годы я... Ну, как-то... Ну, просто защитник, питерский такой парень, такой ничего, такой вообще просто спортсмен. И вот тут мы с ним в Канаде много лет спустя познакомились, так сказать, уже... Ну, мы знали друг о друге, но познакомились в Канаде, в Ванкувере, на каком-то... Опять же, на какой-то хоккейных любительских там каких-то матчах. И просто я поговорил, и просто я обалденно сказал, сколько эрудированный, с прекрасным чувством юмора, с великолепным английским языком, с русским языком, тонко чувствующий юмор, очень такой смекалистый, такой стрит-смарт с одной стороны уличный, и с другой стороны, и образованный с точки зрения там какой-то там книги, кино, там поговорить обо всем. Неожиданный просто вот эффект защитник, который там всех бил, отбирал шайбы. Ну, многие болельщики критикуют своих, собственно, звезд любимых за то, что они распыляются. Тот же, например, Овечкин, который всегда был звездой, тот момент, когда он запел, все сказали, боже мой, зачем он это делает, ему надо лучше тренироваться, лучше играть в хоккей, зачем он распыляется на такие мелочи. Вот это как? Насколько это? Испособствует популяризации хоккея? Или это для пиара хоккеиста хорошо? Или не надо этим заниматься? Спортсмены, ничто человеческое им не чуждо. Правильно? Они люди, которые действительно огромные, для того, чтобы стать той звездой, которой стал Овечкин, это огромные человеческие силы потрачены, физические силы, умственные. Во-первых, его бьют каждый день, его каждый день, когда он играет, его бьют, пытается сбить, его пытается, там, не знаю, многие, он тоже должен показывать какие-то результаты, ему за это платят деньги, этого профессии. И поэтому, ну, им тоже, во-первых, надо людям, они тоже людям надо расслабиться, посмотреть на что-то другое, посмотреть на другой мир. Потом короткий век хоккейный. Сегодня ты Овечкин, ты получаешь определенную сумму денег, завтра ты уже никто, и ты остаешься один на один с миром, который ты не знаешь. У тебя все непривычно, у тебя ни тренировка, ни игра, за тобой не носят, ни балу нет. Поэтому и просто отбирать у людей просто часть их отдыха или часть их какой-то отдушины, это просто неэтично, надо поддерживать, и надо быть уверенным, что тот же Овечкин даст профессионал. Игорь, а когда вы дрались в последний раз на льду? Ну, не могу сказать, что так давно. Я просто боялась, что вы так и скажете, что вчера там... Не, 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 сейчас я говорю, сейчас я говорю, с кем драться, с Касатоновым. Страшно. В последнее время, я когда играю, вот я сейчас играю очень много с Алексеем Касатоновым, с Фетицевым, с Сергеем Макаровым, да, за них и напротив. Кожельников меня так один раз не слабо так приложил, Александр. А вот Фетицев в последнее время просто ко мне как, просто как, как к сыну прям, как ей. Ни разу меня, вот я помню одно время он мог любого задеть, и я старался его так объезжать аккуратно, потому что если он, особенно если, как бы, счет был не в его пользу, это было очень опасно. А сейчас, все, что вы согласитесь, сейчас Слава просто, как родного, да, 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 просто не знаю. Но он всех остальных бьет, меня нет. Когда дома, например, включаете телевизор и попадаете на КХЛ, игры смотрите часто? Да, вот сейчас смотрел первую игру. Какие-то любимые есть? Игры или команды? Команды. Ну, в связи с тем, что, ну, у меня есть, как бы, команда, в которой я заболел еще всю свою жизнь, это СК Ленинград, СК Петербург сейчас, да, и ЦСКА Москва. Ну, сейчас Леша Ковалев играет в Атланте, значит, надо болеть за Атланту уже, не могу не болеть. Правильно, это по-братски. Да. За СК, потому что сейчас Алексей Касатонов стал там вице-президентом Министерсием Гусаровым, тоже не могу не болеть. Игорь, ну, а вот то, что касается именно вас, какие качества у вас хоккей воспитал? Вот прям вот точно вы ему обязаны? Ну, стремление к борьбе, то, что я могу бороться. Я понимаю, иногда, конечно, надо уметь проигрывать, потом, ну, любовь к жизни, как бы. Потому что это, мне кажется, одна из лучших, один из лучших игровых видов спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова